Роман Тисленко Роман, хоть и закален экстремальными восхождениями, в городе старается ноги держать в тепле, особенно поздней осенью и зимой. Если простынешь, пропустишь лыжный сезон. Поэтому и сам носит и всем советует специальную зимнюю обувь. Внешне совсем не похожую на кожаные сапоги или уги. Для городской жизни я бы посоветовал вот такой ботинок, ну или ему подобное. С технологией WaterPro, защита от воды, не намокает, легкий, теплый. Данный ботинок до минус 18 градусов выдерживает холода. Ну и для повседневной жизни он будет наиболее комфортно и удобно, когда ты заходишь в здание, в автобус, в автомобиль. Зимой на улице снег тает, замерзает. Данный ботинок будет вас удерживать в тепле и будет комфортно. Также хотел бы про подошку сказать, что она из специальной резины не скользит. Такой ботинок в первую очередь хорош тем, что убережет от падения в гололед. А значит, травм, ушибов и переломов не будет. Внешне и по свойствам эта обувь очень похожа на альпинистскую. Ту самую, в которой штурмуют шести и семитысячники. Неудобно будет в первую очередь сидеть в таком ботинке в городе, потому что у него подошва не гнется. Если мы на него надавим, он абсолютно не сгибаемый. Здесь находится специальная пластина металлическая, которая помогает при восхождениях горы вам удерживаться за край камня и нога будет уверенно стоять. Тем же, кто пока только собирается купить специальные обудки, Роман дает простой совет. Носить обувь с теплыми носками. Правда, не с обычными шерстяными. Ну, я бы посоветовал вам носки из мериношерсти. Они сейчас везде продаются и доступны. Ваша нога будет находиться в сухости, в комфорте, ну и удобно вам будет. Они теплые, они держат тепло. Даже если не намокли, ваша нога очень быстро станет сухой и вам будет комфортно в них находиться. Все альпинисты, высокогорники, они используют именно мериношерсти.